Ирина Демяновна, добрый день, корреспондент газеты «Ганцевический час» Никита Ярош, который хотел бы поприсутствовать на мероприятии сегодняшнем по поводу вот этой защиты идеологических планов, как это возможно, невозможно? В качестве кого? В качестве журналиста, естественно. Ну, вообще-то, мы не практикуем приглашение посторонних, это разговор с идеологическим активом. Я не вижу целесообразности вашего присутствия. Ну, не видеть целесообразности – это одно, просто объявление, скажем так, об этом мероприятии, оно же в открытом доступе находится на сайте вашего отдела. Нет, это не открытое мероприятие. Ага, а можно тогда поинтересоваться, ну, на каком основании вообще для чего это висит на вашем сайте в списке других мероприятий, на которые приглашаются все желающие? Желающие. На нашем сайте? Да-да-да, отдел идеологической работы. Нет, я не вижу, ее тут нету. А, защита планов идеологической работы. Ага. Увидела. Но я не знаю, почему его вывесили. В принципе, это не мероприятие, на которое мы приглашаем всех желающих. Это наша внутренняя работа с идеологическим активом, обсуждение проблем, которые есть в коллективе, перспективы какие-то, интересные мероприятия предлагают. Ага. Обсуждаем и координируем работу идеологов на этот текущий год, на 16-й год. То есть, из всего того, что вы сейчас перечислили, я, ну, ничего секретного такого и тайного я, честно говоря, так и не услышал. И почему тогда нет возможности поприсутствовать? Потому что я не вижу целесообразности вашего присутствия. Я еще раз повторяю, эта работа не для, скажем так, широкого обсуждения. Мы не собираем всех. Когда у нас большой семинар, пожалуйста, когда все идеологи, когда мы разговариваем. А здесь мы обсуждаем вопросы с каждым индивидуально. У нас не сидит 5-10 человек. У нас сидит один идеолог, и он рассказывает о работе, которая у него предстоит в этом году. Мы обсуждаем, где ему нужна какая-то помощь. Может быть, ему... Мы подсказываем какие-то вопросы, которые в плане работы с коллективом мы видим, что еще надо усилить. Поэтому я не вижу, почему вы должны присутствовать у нас. Просто, насколько я понимал до сегодняшнего дня, идеология – это, в принципе, достаточно открытая сфера. И там вижу... Мы с вами говорим одно и то же, но такое ощущение, что вы меня не понимаете. Я еще раз повторяю, есть мероприятия, которые мы проводим, когда присутствует и обсуждение вопросов, когда присутствие всех остальных только приветствуется. Допустим, в семинар, когда у нас все идеологи в одном зале, мы обсуждаем насущные вопросы. Когда это индивидуальная работа, то это работа с каждым конкретно. Почему вы должны присутствовать у меня на, скажем так, мою рутинную работу, показывать, что я делаю? Ну, потому что функция моя, как журналиста, такая, одна из – освещать работы госорганов. Я думаю, что в районе достаточно много интересных событий, кроме обсуждения планов идеологической работы коллектива. Ну, опять же, это ваше личное мнение. Почему я должна объяснять приходящим на защиту своих планов идеологам присутствие корреспондента? Как я ему объясню? Что мы хотим рассказать о нашей работе, которую мы делаем повседневно? Ну, мне кажется, это логично было бы. А я не вижу логики в этом. Поэтому извините, но в данном случае я не приветствую присутствие. Понятно. Я повторяю, это обычная, рутинная работа, которую мы делаем ежедневно. Ну, скажем так, мы в начале года, да, это делается для того, чтобы со всеми идеологами поработать, проработать вопросы. Тем более, что у нас приходят и молодые, меняются кадры. Поэтому такая необходимость таких индивидуальной работы обязательно есть. То есть, я вижу, вы проводите параллель между рутинной и закрытой, правильно я понимаю? Нет. Я не говорю о том, что это не слово, вы не то слово, не придирайтесь. Это не закрыто, это значит, что это обыденная работа, которая не обязательно должна освещаться на странице кадетов. Не обязательно, но все-таки может, правильно? Я считаю, что это работа. Я не вижу причин пригласить вас к себе на подобные занятия. Хорошо, Никита, вопрос. Вы в школе ходили на индивидуальные занятия? Честно говоря, я не помню уже. Не помню? А в университете? В университете нет, на индивидуальные занятия не ходил. Ясно. Ну, правда, не понимаю, какое это отношение имеет к нашему разговору? Допустим, с тренером. Присутствие корреспондента в этом случае необходимо, чтобы снять? Я понимаю, если вы пишете о тренере, либо пишут о достижениях какого-то, допустим, спортсмена. Тогда, да, корреспондент просто рассказывает об этом человеке. Но здесь вы хотите рассказать о чем? О работе или о людях? О работе, естественно, государственных органов. Просто мне кажется, что вы в данный момент пытаетесь почему-то за меня делать мою работу и рассказывать мне о том, интересно писать об этом или неинтересно. Но вы вмешиваетесь в данном случае в мою работу. Но она же открытая. Никита. Ее деятельность, она... Никита. Дело в том, что я никогда не даю никаких интервью и пояснений по телефону. Извините, но еще раз повторяю, я не вижу целесообразности вашего присутствия на защите наших планов. Ясно. И что в таком случае мне ответить редактору, который дал задание осветить?